В Соединенных Штатах Америки начался новый исторический раздел армейских транспортных средств, поскольку старый бронетранспортер М113 постепенно выходит из употребления. Инновационные бронированные многоцелевые машины EMPV выходят на сцену, чтобы заменить своего легендарного предшественника. После нескольких лет разработки и тестирования, армия США окончательно одобрила серийное производство новых EMPV. Компания BI Systems получила зеленый свет для изготовления этих машин. EMPV – это настоящий прорыв в технологии военного транспорта. Эти машины являются частью крупной программы армии США Next Generation Combat Vickrel, предусматривающую замену 2897 гусеничных бронетранспортеров М113 и машин на их базе в бронетанковых бригадах армии США. Они могут выполнять широкий спектр задач и доступны в нескольких вариантах, таких как медицинская, минометная или командно-штабная. Это обеспечит военным разнообразные возможности, позволяя эффективно реагировать на различные вызовы на поле боя. EMPV будут выпускаться в пяти новых модификациях. На поле боя новые БТРы будут использоваться совместно с танками М1 Abrams и боевыми машинами М2 Bradley. В течение следующих 10 лет Минобороны США планирует принять на вооружение 2907 единиц, 993 командно-штабных машин, 790 медикоэвакуационных машин, 386 самоходных минометов, 216 медико-санитарных машин и столько же машин общего назначения. Всего на замену БТРов М113 новыми машинами планируют потратить до 13 миллиардов долларов. EMPV – это не просто машина, которая заменит М113. Это важный шаг вперед в улучшении эффективности, мобильности и защиты военных подразделений США. Предшественник М113 служил американской армии на протяжении десятилетий, и его уход со службы обозначает окончание эры старых технологий. Реализация программы EMPV осуществляется концерном BI Systems на заводе в городе Йорк, штат Пенсильвания, в кооперации с армейским арсеналом Retriever в городе Тексаркана, штат Техас. Очевидно, что по крайней мере часть машин придется построить с нуля, поскольку количество свободных М2, М3 меньше, чем требуется EMPV. EMPV имеет общие компоненты с артиллерией и БМП, что упростит логистику. В основе БТР лежит платформа Брэдли М2. При переработке в машины семейства EMPV из БМП М2 или БРМ М3 демонтируется башня и устанавливается сменный модуль крыши в кормовой части кузова обычной высоты для БТР и миномета или увеличенной для КШМ и обоих вариантов медицинской машины. Фирма-разработчик гарантирует возможность замены модуля крыши обычной высоты на увеличенную или обратно в течение одного дня, благодаря чему можно быстро переоборудовать EMPV с одного варианта на другой. Второй блок работ связан с модернизацией силовой установки и ходовой части. EMPV получает усиленную подвеску, а также силовую установку, соответствующую стандарту М2-3. Дизельный двигатель камен с мощностью 600 л.с. в блоке с трансмиссией NMRT500. Наконец, третьим существенным блоком доработок стал комплекс мер, направленных на повышение защищенности машины и ее экипажа. Внутренние топливные баки заменены наружными бронированными, расположенными в кормовой части машины. Это решение не только повышает безопасность экипажа, но способствует увеличению внутреннего объема кузова. Алюминиевое бронирование машины усилено накладками из стальной брони. Предусмотрена возможность установки блоков динамической защиты. Для усиления противоминной защиты днище EMPV также усилено стальной броней, а также внедрена разработанная BI Systems, инновационная система подвесного пола Floating Flower. В подвесном блоке в задней части машины установлен кондиционер. Большинство вариантов EMPV имеют систему защиты от оружия массового поражения. Исключением является самоходный миномет. Оборудование его системой защиты от ОМП было признано бессмысленным, поскольку в боевом положении у него открыт верхний люк. На машинах семейства EMPV предусмотрена возможность установки системы активной защиты Iron Fist Light или ТРФИ, элементы которой устанавливаются непосредственно на корпусе бронемашины. Обе системы израильской разработки. В марте 2023 года армия США получила первый бригадный комплект EMPV, предназначенный для 1-й бронетанковой боевой группы 3-й пехотной дивизии. Эта группа стала первой в армии США, полностью укомплектованной современной техникой, а теперь еще и машинами EMPV.